Последний поединок, кстати, свел с Лаймом Тейлором именно к ничье. Но там получилось, что была вынесена техническая ничья, потому что оба они посеклись. И так как бой дошел до четвертого раунда, то считали очки и в итоге никого победителям не признали. Но таким образом зато Крис Дженкинс свои пояса сохранил. Крис представлял Уэльс на чемпионате мира, вернее в Баку, в Азербайджане в 2011 году. И также еще в 2007 году свою страну представлял он в Чикаго. И выиграл на Кубке Канады золотую медаль. Начал профессионалом в 2012 году свой путь. Ну и кстати, в отличие от многих бойцов Британии, он довольно много времени проводил в боях с не соотечественниками. То есть у него практически сразу начали приезжать спортсмены из других стран. Но, опять же, надо отметить, что уровень тех спортсменов был не самый звездный. Что касается Экул Эсумана, то ему 32 года, носит прозвище Мотор. Видно, что очень хорошо физически готов. То есть на протяжении первой половины первого раунда здорово врубался в соперника. И, в принципе, достаточно активно действовал. 14 боев у Эсумана за плечами. Все 14 выиграны. И 5 из них досрочно родом. Он из Бацваны. Ну и сейчас проживает в Нойтенгеме. В Великобритании. Ну и в прошлом поединке, который состоялся в сентябре 2020 года, то есть достаточно длительный, простой, был у Экул. Он назвал вакантный пояс по версии IBF. Но только это был IBF Европа. То есть пояс чемпиона Европы, соответственно. И после такой неплохой стартовой активности оба немного перешли больше к позиционной борьбе. Пока перестреливаются джебами. Отсчет 10 секунд до окончания первого раунда. Пока все. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, теперь Дженкинс, он чуть-чуть провалил концовку Не сказать, что прям серьезно упустил какое-то преимущество или еще что-то Но позволяет сопернику работать в комфортном для себя темпе И, наверное, сейчас стоит ему немного ускориться и чуть изменить ход течения поединка Но, в целом, надо отметить, что вот эта пара подобралась достаточно конкурентных бойцов Поэтому здесь и тому, и другому придется решать достаточное количество задач Для того, чтобы выйти из боя победителя КОНЕЦ И пока пофехтовали, да, пораздергивали друг друга Но здорово, кстати, достал в итоге с двойным джебом Дженкинс соперника Но и старается Экоу особо долго не оставаться Тем человеком, который пропускает удары, сразу же старается отвечать соперникам При этом видно, что с достаточным запасом сил Экоу Асюман максирует При необходимости он может темп еще взвинтить Но пока такой необходимости нет То есть, в общем-то, темп и так достаточно неплохой С одной и с другой стороны Вынуждает Дженкинса отступать Хотя, не сказать, да, что теснит прям-таки То есть, ну, а для Криса тактическое отступление Вытягивает соперника на себя И физически взрывается плохими попаданиями Ну, сейчас, да, тут на любое касание соперника перчатки Естественно, будет секундант И угол в целом двигается реагировать Максимально позитивно Поддерживая своего бойца Ну, хорошо работает Дженом Надо отметить, какой с ума Он не достаточно короткий Ну, короткий именно, я имею в виду, по траектории Да, но он при этом достаточно быстрый И постоянно вот он соперника передней рукой беспокоит Чемпионов плашок к концу КОНЕЦ КОНЕЦ Смотрим четвертый раунд Хорошо, да, по корпусу И здорово провалил Дженкинс соперника Заставил того выбросить два удара И промотнуться Ну, вот сейчас, правда, сам уперся спиной В угол И вот так начинает вырабатываться сейчас Экова Суман Вроде бы даже потряс, да И продолжает атаковать Очень неплохо попадает справа Серия не прекращается И сейчас здорово развернул Дженкинс И ему нужно, конечно, отвечать не меньшим количеством ударов Потому что хороший эпизод был для Эко Но здесь вроде бы зацепил Здорово Вот такой яркий всплеск активности Я думаю, не последний Пытается также через корпус атаковать Приженкинс Но это логично Потому что соперника ему нужно замедлять И одним из лучших способов Как раз является Несение ударов по корпусу Ну и начинает вкладываться Чуть сильнее удар Крис Может быть, утерял В этом отношении В скорости Но при этом Сильный удар прибавил Хорошо, кстати Сдвоенный корпус голова И в голову Суман пропустил удар Ну и Эко Также, кстати Перешел к более силовой работе Чуть менее красной Но начинает чаще промахиваться При этом Он тут либо сам промахивается Либо Женкинс подстроился И начинает его проваливать чаще Потому что в этом раунде Уже несколько эпизодов таких было Когда Эко Суман Шел в атаку И в итоге Атака заканчивалась ничем На ближней дистанции Хорошо И выход потом сразу на среднюю Средняя Средняя Санция вообще является Одной из самых зрелищных Но Спортсмены В общем-то Не против На ней зарубиться То есть здесь Мне кажется Что В какой-то момент Может произойти такое Что они перестанут боксировать И за счет просто рубиться Но Тем интереснее будет смотреть Пока все Раунд завершал Субтитры Это уже сам комбинационная работа, тоже выдергивает соперника на себя И включил работу ног, как раз на старте с вами отмечали, что Джейксу пока нет необходимости включать ноги Но вот сейчас она, видимо, появилась, всегда не просто стоит и ждет, когда к нему Эко сам придет Она, наоборот, пытается его проваливать, закручивать, при этом не забывает еще выбрасывать удар Тоже старается останавливать Поданиями Джема в голову и по корпусу И вот сейчас, да, не успел, потому что остался на ближней дистанции Эсумана И вроде можно было провести контратаку Но немного, может быть, где-то в секунду зазевался Джейкс И в итоге его левый боковой пролетел мимо Неплохой боковой от Эко Вот так, в перчатку И удивительно, что сейчас они, я имею в виду, оба боксера Подснизили градус своей активности Потому что в какой-то период времени они его только наращивали, наращивали, наращивали Сейчас перешли опять в позиционной борьбе Как и в начале, в первом раунде было Одиночный по корпусу Но успевает самортизировать удар Джейкс Здесь также, собственно говоря, работает Эко Да, и есть Здесь попадание было поточнее у Эсумана Но в целом оба достаточно здорово защищаются И, видимо, большинство ударов приходится Либо вообще в воздух, либо максимум по защите Размашисто, но абсолютно бессмысленно атаковалось Эсуман сейчас Ну, в свою очередь, Джейкс сейчас работает одиночным джебом Достаточно часто В корпус, в голову Ну, так, в какой-то обменной периодичности его выбрасывает Но этого хватает для того, чтобы в большинстве ситуаций Эко удержать вот так на дистанции Ну, плюс, да, еще не забываем о неплохой работе ног Криса Джейкс Через ровно подошел к концу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 И в целом надо отметить, что Крис Дженкинс достаточно легко занимает центр ринга, когда ему это требуется Но, в общем-то, по контролю пространства, еще раз отмечу, достаточно неплохо все складывается у Криса То есть иногда Эко Уэйсман, человек, который просто за ним ходит, далеко не всегда получается ему настичь соперника Прямо забрасывал мощный удар, но он мимо цели Еще один, но также по перчатке, здесь по более короткой траектории левой боковой был нанесен Попал второй, уже Дженкинс увидел и успел защитить 3-4 джеба подряд, вот Эсумана, ну, все так, просто помельтешить перед лицом соперника Седьмой раунд закончен Джо-Джоис, кстати, отрастил волосы С момента своего предыдущего поединка, активно разминается на скакалке Ну, и, я думаю, что в следующем перерыве Карлоса Такама нам покажет Смотрим далее Первый раунд из 12 запланированных Ну, в целом, конечно, можно сказать, что и тот, и другой боец они нокаутерами не являются Больше такие игровики Это, ну, вряд ли, маленькие, очень уж тяжелые попадания увидим Ну, сейчас Эсумана хороший удар нанес справа и продолжает развивать свою атаку Поджимает соперника канатом Но, тем не менее, просто на рефлексах Дженкинс выходит Да, дальше движение Эко продолжил Да, и так вот закидывает удары в соперника Еще, да, это первая минута не прошла от начала И эта остановка вот так вот Да, не прошла первая минута от начала восьмого раунда И достаточно одного попадания